День знаний – это необыкновенный праздник. 1 сентября знаменует для всех учащихся начало нового учебного года. Особенно значим этот день для первоклассников. Они впервые сядут за школьные парты, чтобы получить хорошие знания. А это самое ценное достояние, которое потребует от них огромного труда, желания и упорства. Каждый год в первый день сентября отмечается очень ценимый всеми праздник. Прекрасная погода, теплая и солнечная, благоприятствовала его празднованию во всех школах Славянского района. Мы побывали на торжественной линейке в 43-й школе хутора Барониковского. Большой двор этой школы задолго до начала линейки стал заполняться празднично одетыми детьми и их родителями. В центре внимания были, конечно, первоклассники. Им только предстояло знакомство со школой, где они проведут важнейшие в своей жизни годы. После внесения знамени школы и поднятия флагов России и Кубани, глава Славянского района Роман Сенеговский от всей души поздравил собравшихся с замечательным праздником – Днём Знаний. Я хотел бы пожелать, чтобы этот год был более успешный, более интересный для вас, был наполнен яркими событиями, чтобы вы побеждали, чтобы вы творили, чтобы вы мечтали, чтобы вы достигали вот тех задач, которые перед собой ставите вы и помогают вам, конечно же, ваши родители. Дорогие наши маленькие ребята, вы первый раз сегодня пришли в школу. Я надеюсь, что вам здесь очень понравится, что вы здесь научитесь не только читать и писать, а вы здесь подружитесь и совместно будете заниматься творчеством, спортом, самообразовываться, в общем, станете большими, а самое главное – хорошими людьми. Дорогие наши выпускники, этот год будет тяжелый для вас, впереди предстоит сдать единый государственный экзамен, но я уверен, что у вас все получится. Директор школы Ольга Рубавила с теплотой обратилась к учащимся и их родителям, большое внимание уделив первоклассникам. 1 сентября – это новая веха для тех ребят, которые впервые переступили порог нашего образовательного учреждения. Да-да, это вы самые красивые, самые маленькие, самые талантливые, наши виновники торжества. Вас ждут новые открытия, интересные книги, крепкая дружба. Школьная страна распахнула для вас двери. Она пожелала ребятам счастливого путешествия в страну знаний. Ольга Рубавила уверена, что учащиеся смогут сделать новые шаги в своем развитии. Глава протокского сельского поселения Евгений Дмитриев сказал, что такой школой, как 43-я, можно и нужно гордиться. И отметил, что дети здесь получат прекрасные знания. Вы переступаете порог самой лучшей школы нашей России, большой, красивой, светлой школы номер 43, которая дала путевку в жизнь не одному поколению прекрасных людей. Я желаю, чтобы у вас все получилось. Чтобы первоклассники, которые сегодня пришли в школу, гордились тем, что они учатся в 43-й, получали свои знания. Чтобы все остальные, очень всем хотелось с утра идти обязательно в школу, потому что здесь много новых открытий, новых побед. Сначала маленьких, потом все больше и больше. Я желаю нашим родителям большого терпения, потому что вы учитесь вместе с нашими детьми. Все учителя приложат максимум стараний для того, чтобы учащиеся стали не только образованными, но и воспитанными людьми. Больше всех 1 сентября волнуются учителя первых классов. Для Татьяны Кириченко это уже девятый набор первоклассников. И все равно у нее есть волнение. Каждый раз, как в новую реку входишь, волнуешься, переживаешь, какие будут детки, как их потом выпустить, как учить. И с каждым разом становится все удивительней и удивительней, что дети становятся необыкновенными. С каждым выпуском, с каждым набором детки все интереснее, еще раз говорю. Все такие трепетные, ну и очень активные. Надеюсь, в этом выпуске, в этом наборе у нас все опять получится замечательно. Начальная школа – это первая ступенька обучения. И как мы научим их учиться, все пойдет в дальнейшем. Потому что мы учим их прежде всего любить жизнь, прежде всего познавать мир. Ну и, конечно же, азам всех предметов. Родители самых младших учеников очень рады, что их детей будут обучать опытные педагоги. Я сама ходила в эту школу, причем к этому же учителю. Я у нее училась, у Татьяны Витальевны Кириченко. Также в эту школу ходит мой сын, 9 класс переходит. Хотя сын уже как бы в первый класс ходил, мы это уже прошли, но все же волнительно от того, что идет дочка в первый класс. Но, опять же, я уверена, все будет хорошо. Все через это прошли. Будем учиться на 4 и 5. Татьяна Витальевна – отличный учитель, очень добрая, хорошая. А как же сами герои торжества? Они сегодня в центре внимания и горды тем, что стали первоклассниками. Сегодня для меня радостный день. Я хорошо буду учиться и стану первоклассником. Я сегодня в первый класс у меня очень отличный учитель. Я хочу стать отличницей. В этот прекрасный для них день первоклассники услышали сердечные поздравления. И они читали стихи, посвященные началу своей школьной жизни. И, конечно же, на торжественной линейке были задушевные песни и танцы в исполнении школьников. И первый для самых младших школьный звонок. Это было очень трогательно. А затем первоклассники вместе со своими учителями пошли в местный музей на свой самый первый в жизни урок, где им рассказали о главном, о нашей славной истории, о ратных и трудовых подвигах земляков и о любви к своей родине, дороже которой ничего нет на свете. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...